В Даугопилсе начались мероприятия по способствованию здоровому образу жизни и поддержке здоровью, которые финансируются Европейским социальным фондом. Целевые аудитории самые разные, начиная от детей, заканчивая людьми уже почетного возраста. Начался проект с организацией занятий различными видами спорта и спектр их достаточно широк. Ведь в городе культивируется много спортивных дисциплин. Есть соответствующие базы и опытные тренеры. Для детей проходят занятия по танцам, лыжам, конькам, плаванию. Для взрослых плавание иноргическая ходьба. Инвалиды у нас плавают. Для всей семьи предусмотрены занятия по ориентированию. Уже с 8 часов, чтобы еще до школьных занятий получить заряд бодрости и здоровья, в Ледовом дворце собираются младшие школьники. Цикл катания на коньках состоит из 8 занятий. Цель не только укрепить здоровье, повысить физическую активность ребят, но и научить кататься, дать первые навыки под руководством сертифицированных тренеров. Первое занятие прошло. Сейчас они закрепляют навыки. Ну и в общем-то, наверное, все боялись, что это холодно, что это нужно одеться тепло. Но здесь плюсовая температура, и поэтому как бы комфортно себя дети чувствуют и в касках. Есть каски для безопасности. И в общем-то коньки выбирали такие, чтобы были мягкие вкладыши, потому что дети только привыкают к этому. Ну и думаем, это укрепит здоровье деток. Еще одно занятие, которое мы посетили, но уже в вечернее время – ориентирование. Согласитесь научиться разбираться в карте, привязываться по ней к местности, найти спрятанные организаторами объекты, да сделать это быстро и на легком морозце, гораздо лучше, чем, сделав уроки, зависнуть в компьютере за бродилками и стрелялками. Такие занятия учат мыслить объемно, принимать решения, но и укреплению здоровья и профилактики гиподинамии послужат точно. Пенсионеры тоже не отстают от школьников. Бассейн, пожалуй, самое лучшее место, чтобы мягко решить проблемы с опорно-двигательным аппаратом, улучшить объем движения в суставах, укрепить сердечно-сосудистую систему, привести в норму нервную систему, да и вообще взбодриться. В бассейне поплавать, поддержать здоровье. Зима, свободное время есть, потому как работаю в ночные смены. Чисто физическое такое. Тренер нормально объяснит, если что надо, подскажет, технику поправит, если что. Здесь есть те, кто делает только первые попытки плыть. Этим клиентам уделяют особое внимание. Учат правильно дышать, держаться на воде. Те, кто плавать умеет, тоже получают соответствующие консультации тренера. Моя цель для тех людей, которые уже умеют плавать, научить делать движения в воде более эффективно, чтобы они, даже умеючи плавать, могли проплывать больше расстояния, затратив при этом меньше сил. Проект по оздоровлению продлится до марта 2020 года, поэтому у всех желающих еще будет много возможностей выбрать для себя занятие по душе и приобщиться к физкультуре и спорту, причем совершенно бесплатно. Следите за сообщениями на домашней странице Дагопилской городской думы www.dagopils.lv об очередных наборах групп. Всего за время проекта к физическим активностям планируют привлечь порядка 10 тысяч человек. Продолжение следует...